Всем большой привет! Очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня будет такое видео про документацию для товаров на Wildberries. Про отказные письма поговорим, про декларацию соответствия и про сертификат соответствия. Хочу сразу оговориться, что я не эксперт в Wildberries. Я сама занимаюсь в Wildberries всего лишь один месяц. Но у меня довольно-таки часто спрашивают в директе, в комментариях вообще про сертификаты. И я хочу вам рассказать то, что я знаю сама. Вот со стороны такого же новичка я расскажу то, что я знаю. Я, конечно же, изучала информацию, готовилась к запуску на Wildberries. Очень много перелопатила и статей, и видео, и всего такого. Так что поделюсь тем, что я знаю. Если есть эксперты у меня в комментариях, то обязательно пишите, поправьте меня, если я что-то скажу не так. Давайте сначала вообще в целом поговорим о документации. Нужна ли она? На самом деле, когда вы загружаете любой товар на Wildberries, у вас обязательно должен быть на него какой-либо документ. Это либо отказное письмо, либо декларация, либо сертификат. Торговать без такого документа вы не имеете права по закону. Но когда вы грузите ваш товар на сайт Wildberries, Wildberries у вас не спрашивает этот документ. Его может спросить любой покупатель. Ну, кстати, Wildberries тоже может, но я, насколько знаю, последние полтора года никого он просто так не запрашивал. И вы должны в течение 24 часов предоставить этот документ. Иначе будет огромный штраф, насколько я знаю, от 100 тысяч рублей, если вы не предоставили в течение 24 часов документ. Но эти все документы, они делаются не меньше двух дней. Так что риск огромный торговать без документов. Но, конечно же, на свой страх и риск многие люди, многие продавцы на Wildberries торгуют и без документов. Где все эти документы можно сделать? У меня есть человек, который делает мне. Это сертифицирующий орган. Там, собственно, можно узнать, какой документ нужен и какой товар. Я вам сейчас не могу дать конкретный список, хотя он есть. Список на какой товар, какой документ нужен. Но этот список просто огромный. И поэтому проще сразу конкретно спросить про ваш товар, который вас интересует в сертифицирующем органе. Потому что на разные товары нужны разные документы. На какой-то товар нужно отказное письмо, на какой-то декларация, на какой-то сертификат. Поэтому нужно узнавать конкретно про каждый товар индивидуально. Теперь давайте я расскажу вообще про виды этих документов. Начнем, наверное, с декларации соответствия. Декларация соответствия — это такой средний документ. Он стоит на самом деле недорого. Например, у меня декларация соответствия оформлена на овощечистки, ножеточки и органайзеры для ножей. И причем все эти три позиции мы объединили в один документ, то есть одна декларация, и она распространяется у меня на несколько товаров. Плюс еще мы туда вписали пластиковые контейнеры для кухни различные. В общем, все, что из пластика, мы туда вписали для кухни именно. То есть если у вас, например, по каким-то свойствам товары примерно одинаковые, мы вот брали именно для кухни и из пластика. Можно это все внести в один документ, и таким образом вы сэкономите. Но нужно сразу продумать, какие товары вы будете туда вносить. И таким образом, собственно, вы сможете тоже сэкономить. У меня декларация соответствия стоила 8500. Насколько я знаю, на какую-то одежду тоже можно делать декларацию, стоит она в районе 16 тысяч. Например, я спрашивала на чай декларация тоже, мне сказали, что она стоит 7 тысяч рублей. В общем, цены разные. Я вам могу дать номер человека, который мне это все делает. Пишите мне в Instagram в Директ, ссылка на Instagram в описании под видео. Я вам дам номер телефона человека, и вы с ним списывайтесь. И причем, если вы скажете, что вы от меня, то вам еще будет скидка. Дальше идет у нас сертификат соответствия. Это самый дорогой вообще документ, который есть, потому что стоимость сертификатов, она начинается, насколько я знаю, от 50000 рублей. Например, на детские товары, там от 125 тысяч. Причем все детские товары подлежат сертификации. Все, что вообще связано с детьми, на это стоит оформить документ очень дорого. Также я знаю, что еще на большинство электроники тоже требуется сертификат соответствия. И отказное письмо. Что это вообще такое за документ? Отказное письмо это документ, который, собственно, говорит о том, что этот товар сертификации не подлежит. Я где-то читала такие статьи, что типа этот документ вообще не нужен по закону. Но если у вас запросит его покупатель на Вайлдберрис, то вы все равно должны какой-то документ ему предоставить. Поэтому отказное письмо все-таки лучше оформить. Стоит оно от 3000, то есть совсем недорого. И также можно объединить сразу несколько позиций туда. Вот у меня, например, номинажницу деревянную. Мы туда вписали еще кухонную утварь какую-то, поварешки всякие, там лопатки для кухни. Сразу несколько товаров, которые я подумала, что я еще могу продавать из дерева для кухни. Вот там разделочные доски всякие и все такое. Ну, как я уже сказала, многие говорят, что на самом деле отказное письмо, оно вообще не нужно. И по закону там можно попадаться с покупателями. Но вы все равно в любом случае должны предоставить какой-то документ, даже если товар не подлежит сертификации. В отказном письме как раз-таки написано, что данный товар сертификации не подлежит. Теперь еще расскажу вам вообще, как можно сэкономить немножко на этих документах. Есть в Телеграме различные чаты, где можно купить все эти документы в складчину. То есть, допустим, сертификат стоит 100 тысяч, да, берем вот такие, округляем суммы, и есть 10 президентов на этот сертификат. Собственно, вы все скидываетесь, да, по 10 тысяч, и получается 100 тысяч. Каким образом это все оформляется? Один человек уступает заявителем, а на остальных делается доверенность. То, что, типа, вы можете под этим сертификатом тоже продавать свою продукцию. Так что вот такие тоже лазейки есть. На декларацию вроде бы тоже можно так все оформить. Но, если честно, я еще пока не делала такие сертификаты в складчину именно. Но вот знаю, что такая практика есть, и люди так делают. Все эти документы оформляются на разный срок. Если я не ошибаюсь, декларация у меня то ли на один год оформлена, то ли на пять лет. Я найду вообще документы, покажу вам, как он выглядит у меня, потому что есть декларация, у меня есть и отказное письмо на товары, которые я продаю. У меня есть все документы. Обязательно их делайте, потому что сейчас конкуренция на Wildberries растет, и даже не покупатели, а просто ваши конкуренты могут задать вам вопрос, а есть ли у вас сертификация на ваш товар, и все, вы должны в течение 24 часов предоставить документы, а конкуренты могут быть очень дикими, да, и писать всем подряд такой вопрос. Поэтому лучше себя защитить, сразу сделать все документы, чтобы потом не попасть на такие огромные штрафы и суммы. И еще важный вопрос, это все сейчас я вам рассказывала на тот случай, если у вашего поставщика, у того, которого вы покупаете оптом товар, нет этих документов. Это вот такой вариант, например, как я, да, покупаю на рынке. На рынке в основном, есть, конечно, продавцы, у которых есть сертификат, но в основном этого сертификата нет. Ни сертификата, ни декларации, в общем, никакого такого документа. Поэтому мне приходится все делать самой. Но есть различные, например, в России много поставщиков, производителей, оптовиков, которые уже могут вам предоставить сертификат, и вам тогда не придется его делать самостоятельно, тратить деньги свои. Но большинство вообще сейчас уже производителей оптовиков, они сами торгуют на Wildberries, поэтому достаточно сложно будет его вам найти. Но если поискать, писать всем поставщикам подряд, да, на почту со своим предложением, то наверняка вы сможете найти. Честно, я пока еще сама не пробовала, но думаю, что мне нужно тоже будет сделать так, именно искать производителя, поставщика, у которого уже есть документы. И в таком случае, точно не уверена, но, насколько я знаю, вы должны еще запросить у поставщика заявление о том, что он не против, что вы продаете его товар на Wildberries с его сертификатом. Потому что, допустим, вы начнете продавать, да, у вас этого заявления не было, а потом поставщик такой думает, блин, а что бы мне самому на Wildberries не начать продавать? И начинает под своим же брендом тоже продавать такой же товар. И он у вас еще причем сможет запросить ущерб, то есть то, что вы продаете без его разрешения, да, его товар на Wildberries. Поэтому обязательно в писемном виде все эти разрешения должны у вас быть. Я сама с этим еще пока не сталкивалась. Я просто вам рассказываю то, что я читала, то, что я смотрела. Опять же, повторюсь, я не эксперт по Wildberries, поэтому рассказываю просто вот свой опыт новичка, так скажем, то, что я знаю. Но я точно могу вам сказать, что у меня вот есть проверенный человек, который мне сделал вот эти документы. И еще очень важно, когда вы оформляете все эти документы, пожалуйста, смотрите, чтобы они появлялись в реестре всех этих документов. Есть реестр со всеми декларациями, чтобы это был официальный документ, а не просто, да, какая-то шарашкина липовая бумажка, которая ни о чем не говорит. То есть у меня, я когда захожу в реестр всех этих деклараций, вбиваю номер своей декларации, у меня там высвечивается мое имя, фамилия, в общем, и все, что мы там указывали. И вы, когда ищете себе тоже человека, который вам будет это все оформлять, обязательно пробивайте все декларации по реестру. Ну и сертификаты, соответственно, тоже. Потому что иначе вы просто заплатите деньги, а по факту не получите никакого документа. И я всем настоятельно рекомендую, если вы все-таки решаетесь продавать на Wildberries, на ZONE, там, я не знаю, на Яндекс.Маркете, пожалуйста, делайте документы. И вообще, кстати, любой продавец, который продает свой товар на территории Российской Федерации, должен иметь эти сертификаты. Обязательно. То есть это по закону. Это придумал не Wildberries, это прописан у нас в законе. В общем, все. Спасибо вам за просмотр. И до следующего видео.